Зиминские колбасы Вкусно по-домашнему Ждем медовый спас Ждем медовый спас не только мы Но и вся природа Это очень древний праздник Все пчелы уже заготовили мед И все ульи наполнились И все люди готовят из меда какие-то явства Но мы берем из глубины веков Там было все скромно, по минимализму Первым делом брали мед, шли в церковь, его освящали Я предлагаю сделать старинное русское блюдо Оно называется шулики Такое игривое название Этот корж очень простой Если даже мы не любим, как я, печь Все равно возьмемся и сделаем Нам нужно 2 стакана муки Ложка меда Одно яйцо 4 ложки молока Все понемножечку Берем обязательно мак и мед Разбиваем яйцо И мешаем его с медом В этом рецепте нет сахара И это уже полезно Разбиваем это яйцо и добавляем мак Мак этот у нас распаренный Мы его замочили, распарили Это единственное, что мы сделали заранее В этот день очень много праздников издревле И маковеев празднуют, и медовый И считается малым освящение воды Этот праздник идет из Константинополя Древний праздник Мы добавили масло Мы добавили молока Мак, яйцо и мед Смешиваем Добавляем муки Здесь у нас муки 2 стакана должно войти Но мы будем смотреть, чтобы тесто было такое густое Оно потом превращается в корж И корж мы ломаем Интересная традиция даже вкушения Очень глубокие традиции Ведут нас к тому, что наши предки Следили за своим здоровьем И естественно ходили в церковь Но был день, когда выносили крест Господний На котором его распяли На улице города Константинополя И греческий часослов Рассказывает нам об этом Все люди Специальные блюда пекли Специальные делали Какие-то ритуалы Прикасались к этому древу Также малое освящение воды Все это исцеляло Потому что это не просто же так К концу лета Уже скапливались инфекции Какие-то болезни Мучили людей Уже изможденные трудом, конечно Изможденные трудом Они шли в церковь Аптек-то много не было И это правильно В гармонии с природой Жить спокойней Еще у нас, конечно Есть Заливка Заливка состоит из меда Мака Из меда Мака Вот взбитый мед С маком Я туда добавила еще финики Потому что финики тоже Очень-очень Внесут в себя очень много Мы их не едим очень зря Все Вот это вот густое Такое тесто И больше ничего не надо Потому что у людей Было много детей Много забот Скотины Некогда было Расфасовывать это По маленьким-маленьким Там как у итальянцев Есть вот такое же тесто Но оно там по трубочкам Скатывается Так вот Чуть-чуть Но Тут такой рецепт И тут и есть Сладость Но не сильно Все по миру Этим это мне и нравится Корж И вспекается И он Такой не бисквитный А хрустит Но его мы заливаем Медом с маком Макаем Почему шулики? Это все языковые традиции Это очень много-много Лет прошло Много веков прошло С тех пор Как это все названо Игривое это название Конечно Сладости ели только дети И это все было Обыграно Что мы сейчас не знаем И практически Я не нашла Ни в одном словаре И искала Что такое Рецепт интересный Конечно Вот такой вот Топстенький Блинчик Да Мы выкладываем На подготовленную Промасленную бумагу Вот ничего сложного Так вот Все И выпекаем Ну и практически Когда пропитывается Сиропчиком Он будет Подаваться С фруктами У нас Корж готов И остыл Получается Вот такая лепешка Эти шулики Не режутся И вообще Раньше хлеб Не резался Никогда Он преломляется Преломляется И получается Вот такой шоколадный цвет Берем мед Поливаем Вкуснотище И обязательно поливаем Подливкой Это молочко Маковое Оно взбивается долго Оно очень полезное Начинается Успенский пост В этот праздник И праздник Мы празднуем Обязательно С Сбитнем Который мы Приготовили Из меда И пряных трав Запиваем Этот чудный Кусочек Нашего Лакомства Сбитнем И празднуем Радуемся Делимся Радостью Рассказываем Что мы знаем Про эти праздники А мы так мало знаем Про эти древние Наши праздники Наши предки Нас поругали За это Будем изучать Будем праздновать С праздником Для приготовления Шуликов медовых С маком Вам понадобится Мука Молоко Яйцо Мед Мак Сливочное масло Вода Для приготовления Сиропа Также понадобится Мак Финики Вода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин